55 лет назад страшный пожар в сельской школе Мариинско-Пасадского района унес жизни 106 детей и 4 учителей. Это событие вошло в историю как Эльборусовская трагедия. Накануне в селе Эльборусово прошел траурный митинг, а сегодня память погибших почтили команда юных дружин. В Чебоксарах прошли республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. В этой работе главное мерило время. Одна минута ровно столько дается пожарному, чтобы собраться на вызов, успеть вовремя, чтобы спасти чьи-то жизни. У этих девчонок и мальчишек более простые задачи. Они пока только учатся. Полоса препятствий, прокладка рукавов для тушения, возгорания и их присоединение к пожарному крану. С этими традиционными для пожарно-прикладного спорта заданиями справлялись 33 команды юных огнеборцев со всех районов республики. У меня не возникают никакие трудности соревноваться с мальчиками и с девочками. Для меня это легко. Я занимаюсь пожарно-прикладным спортом два месяца. Участвую за команду «За огонек». Состязания проходили в два этапа. Выявляли лучших в трех возрастных группах. Пожарный турнир проводится уже не первый год. Ребята, также девочки, которые у нас занимаются и даже в районах, они, значит, укрепляя свою общую физическую форму, значит, потом подготавливаются к тушению пожаров. Мы их обучаем в своих секциях и в наших секциях и в районах. Значит, пользоваться огнетушителями, уметь работать с пожарными стволами, с рукавами. Они у нас подготавливаются к поступлению в ВУЗа системы МЧС. Сейчас цель каждого участника – быть быстрее, точнее и смелее остальных. И, может быть, в будущем эти навыки помогут ребятам получить главную награду – спасенную жизнь. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.